Девушки отдыхают 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 Извини папа я опоздала Подмечаем что мультфильм делает акцент на самой маленькой сестре Отец помогает ей присесть И на опоздавшей Женевьеве Очень грустно выглядит пустой стул напротив короля Сразу чувствуется опустошенность и недавняя утрата Как по команде Или знаете когда учитель на секунду вышел из класса Принцессы начинают безумно утрещать друг с другом Мне кажется что вы можете сделать больше Чтобы стать настоящими принцессами А что они в данный момент должны сделать Например что папа Ну к примеру Возможно Ты видимо сам не знаешь Что значит настоящая принцесса И как тогда они могут понять Что ты от них вообще хочешь Гыканье и Эканье короля прерывает слуга С новостью о приезде королевского башмачника И принцессы потрещав немного за столом И не съев ни кусочка Хотя Совершенно Окончательно проголодались Бегут примерять новые лапти Приятного аппетита Туина Это я в будущем Мы знакомимся с башмачником Дереком И его прекрасными работами Ооо Дерек они прекрасны Ты удивительный Дерек Ай ебоку я абсолютно Я научил его всему что он знает Верно Феликс Феликс Ну и озорник Дерек раздал туфли одиннадцатью принцессам А с Женей пришлось малость покраснеть Птица начала разбалтывать Мол он всю ночь над твоими черевичками Корпел ради тебя Тем самым смущая принцессу Близнецы уводят от Жени возлюбленного И я хочу сказать Что мне нравится Как показать неловкое стеснение И диалог двух влюбленных друг другу персонажей Чувствуется их неуверенность в себе И боязнь сказать что-то не так Я вместе с ними ощущаю эту неловкость Бабочек в животе Так нравится эта сцена Как он любуется ею А она кружится любуюсь его работой Проникаешься его восхищением И трепетным отношением к Женевьеве Нам не достает музыки Дерек начинает играть на флейте А принцесса танцевать Эта сцена одна из любимых Девочки впервые перед зрителями Объединяются в своем общем любимом деле Чувствуется это сестринство И одна большая любовь к танцам Я их очень люблю Но временами Я их не понимаю Далее мы переносимся в спальню принцесс Девушки готовятся ко сну Обсуждают новые цели А в случае Женевьева рассматривают подаренную обувь Мечтая о милом башмачнике Начинается очень милый диалог Где старшие подтрунивают над Женей Ведь видят, что оба голубка без ума друг от друга Но боятся в этом признаться Если бы только он обратил на меня внимание То клянусь же Женевьевой пренебрегаю Спокойной ночи Томас Ричард Это местная Антонина Семеновна На следующий день в королевство приезжает Полуразваленная карета с кузиной короля Равеной Которую тот позвал воспитывать дочерей Судя по карете, небольшому багажу и одному слуге Герцогиня не живет на широкую ногу Но и не показывает этого Держится статно и уверенно Стараясь не замечать такие вещи Как отвалившиеся от ее кареты дверца Очень странно, что кузину короля Никто особо не встречает Почему нет слуг, помогающих донести вещи до комнаты? Дезмонд же слуга Равены Не знает куда их нести И вообще замок выглядит до жути пустым Не видно прислуги ни в замке, ни на улице Ощущение, что в замке кроме короля Принцесс и вот этого господина Никто больше не живет Где стража? Горничные? Нравится то, как тут Равена перекрывает Портрет Изабеллы, давая понять Что теперь роль матери-воспитателя Возьмет на себя она Ну и сцена намекает на ее стремление стать королевой Король знакомит герцогиню дочерьми И у меня вопрос Самый старший Эшли 21 год И неужели за все это время Равена ни разу не приехала в гости к кузену? Или король ее не приглашал? Ну а если она видит всех впервые Представляю, что у нее в голове Ля, Рэндальф, когда я тебе в детстве Надера желала, чтобы у тебя отбоя от девок не было И я не это имела в виду Равена говорит Рэндальфу, что все дочери у него не воспитаны чмошницы А отец, конечно же, не берет ответственность за то, что сам их воспитал такими, какие они есть И сообщает девочкам, что герцогиня тут не просто вас обосрать приехал, но и вашим воспитанием заняться Вашему веселью пизда Наряды, как и жизнь героини с появлением Равены, стали серыми, а их самих герцогиня начала лишать индивидуальности То дают слишком много свободы, не контролируя, не заботясь вообще об их поведении То, наоборот, превращают в одинаковых, удобных и управляемых детей Две ужасные крайности На обучении, как пользоваться веером, Равена то и дело путает имена принцесс На их поправки отвечает Неважно Да, их индивидуальность теперь настолько неважна, что даже их имя не имеет значения Несмотря на попытки Равены обезличить принцесс, мне нравится, что они реагируют на замечания и путаницу имен по-разному Я Феллон Феллон, мечтающая, спокойная, спрашивающая разрешение, отвечает мягко Я Кортни Кортни, видимо, не любит, когда ее тревожит Привыкшая быть в себе Отвечает более резко Как мило Помимо контроля над одеждой и свободным временем, отныне герцогиня контролирует и отход ко сну Во время биения часов все девушки резко метнулись к кроватям Ведь теперь нужно ложиться ровно в восемь, а маленькая Лесси от страха не может забраться на кровать и ей помогает Женя Тем самым опаздывая по времени на пребывание в своей койке и, соответственно, получает выговор от Равены Сестры просят Женевьеву поговорить с батей о герцогине и ее режиме И переходом мы перемещаемся к их разговору за игрой в шахматы Но она все меняет, она требует, чтобы мы все делали так, как хочет она Как я ее и просил Папа, конечно, тоже поражает своей инфантильностью Алло, чувак, ты бы хоть раз поприсутствовал на воспитательных уроках Равены, проконтролировал Или тебе вообще самому неинтересно, что там происходит с твоими детьми? Можно уже по их серым нарядам и лицам увидеть, что что-то не так Это по поводу кузена Равены Она прелесть, разве нет? Сразу видно, что ты ни хуя не понимаешь Осуждают такое поведение Разговор господ подслушивает Равена и начинает выставлять из себя страдалицу Что вам действительно необходимо, целая команда учителей Протокол, дикция, язык, этикет, стиль Ну, вообще-то да, и это не должно восприниматься как-то странно Если у короля нет желания и времени воспитывать своих детей То да, нужно нанимать профессионалов с индивидуальным подходом А не экономить на своих детях Чувак, тебя никто не просил сажать так много семян Король стелится передровенной и ругает Женевьеву за жалобу на герцогиню Любимая кузина предлагает Рэндальфу чай с пикантной ноткой яда За ваше здоровье! Женевьева докладывает все сестрам А старшие успокаивают, что по крайней мере завтра будет хороший день Ведь у малышек день рождения Но в день рождения я даю совет не забывать Однажды королевою должна принцесса стать Они такие сплоченные сестры, за этим очень приятно наблюдать Даже в самых плохих условиях с помощью своих талантов и любви устроит настоящий праздник Песенку дня рождения прерывает ворвавшаяся Равена И запрещает совместные любимые занятия принцессы петь и танцевать Вечером малышки обсуждают, что папа за весь день их так и не поздравил Да, трэш Но у нас есть подарки для вас Девушки дарят сестренкам по экземпляру книги «Танцующая принцесса» Когда нам исполнилось пять, мама дала каждой из нас экземпляр своего любимого рассказа У нее был приготовлен экземпляр для каждой дочери В смысле? Так она знала, что родит двенадцать штук? Или чё? Или она родила тройняшек, попырику сделала еще три книги и потом слегла? Так принцесса танцевала на каждом из особых камней И когда на двенадцатом она сделала три оборота, потайная дверь открылась Она прошла через яркий свет в волшебную страну С золотыми и серебряными деревьями и бриллиантовыми цветами По ту сторону озера находился золотой павильон Принцесса танцевала и танцевала от всего сердца Ей хотелось остаться там навсегда, но на третью ночь волшебная страна исчезла Сердце принцессы было разбито, пока она не поняла, что часть волшебства И эта часть навсегда будет принадлежать ей Лейси роняет книгу и Женевьева замечает, что у всех на книжках картинки Совпадают с цветами на полу Ладно, ладно, представим, что раньше вы этого не замечали Сложно конечно представить, но мы попробуем В рассказе принцесса танцует, переходя с камня на камень От старшей к младшей Где твой Эшлин? То есть, типа, никто никогда на камень Эшлин не вставал? Так это чё получается? Изабелла специально планировала 12 детей родить, чтобы дочери совпали с камнями в сказке? Прикиньте, она ведь и книги сделала Ну или заказала с такими же цветами Чтобы в будущем её дети раскрыли этот секретный шифр из танца Женевьева встаёт на все камни и, покрутившись три раза на последнем, открывается волшебный проход Либо у прохода есть определённый секундомер Либо он каким-то чудом понял, что больше в него входить никто не будет И благополучно закрылся Там принцессы видят реку, жёлтые цветы, фонтаны и красивый золотой павильон По желанию Женевьевы Я бы хотела, чтобы звучала музыка Появляются музыкальные инструменты И под итальянскую симфонию Мендельсона девушки начинают танцевать Танцы — то, что объединяет их не только друг с другом, но и с матерью Равена отрезала их не только от собственной индивидуальности, но и от единственной связи с их родным и любимым человеком Несмотря на то, что они разные, они чувствуют себя единым целым, когда танцуют В процессе танца Лэйси падает и ранит ножку Промывая ушиб водой из фонтана, рана тут же исчезает Ха-ха-ха, я могу пользоваться этим всё время Ну, вы реально столько вёдер могли набрать, столько недугов вылечить Для одной ночи танцев достаточно Нам лучше вернуться домой, пока Равена не заметила наше отсутствие Мне нравится, что, несмотря на то, что главная героиня тут Женя Ответственную и здравую сторону берёт на себя старшая сестра А Женевьева, будучи 16-летней девушкой, не думает о последствиях и витает в облаках Не хочу уходить Я могу всё время танцевать, танцевать, танцевать Вроде бы мелкая деталь, но это делает фильм и отношения сестёр правдоподобными Девушки, как подростки, просидевшие до утра за компом, ложатся спать за пять минут до будильника И весь новый день теперь ходят сонными Буквально мутно каждый день Герцогиня спрашивает, где это они всю ночь не смыкали глаз, что теперь мордами в кашу летят Но её прерывает известие, что к ней пришёл некий мистер Фабиан Я хочу получить ответ, когда вернусь Девочкам же сообщают, что король просит их видеть у себя Смотрите, кто пришёл, дикая стая Ой, как мило Ты тогда вожак этой дикой стаи Отец извиняется, что не отпраздновал день рождения тройняшек и вручает им подарки В это время Женя в окне видит, как Ровена что-то передала этому самому мистеру Фабиану Макака-герцогиня, пародируя Машу и трёх медведей у принцесс в комнате Слишком мягкая Жёсткая То, что надо Находит использованные лапти девушек и спешит показать их Ровене Которая тем временем уже присматривает себе местечко на стуле Выметайся, Брутус! В каждом мультфильме Барби должно быть животное засранец и животное, которое его потом поставит на место Ровена по изношенным туфлям решила, что девушки танцуют с принцами и если они поженятся, то её план занять трон рухнет Дорогая, вообще не понимаю, нахрен тебе сдалось это бедное и пустое королевство, у которого даже нет денег нанять учителей для принцесс Ровена прерывает пение принцесс, подливая королю в чай побольше отборной отравы Женевьева в укор герцогини предлагает позвать врача Тот даёт лекарство в руки Ровени и она вливает его в растения Что в Винкс, что здесь злодеи больше симпатизируют местной Флоре, чем ликопитающим Дерек привозит принцессам новые туфли и любуется Женевьевой, вдохновлённой ночными танцами Девочки, искать нужно такого парня, чтобы он смотрел на вас таким же влюблённым взглядом Женя просит Дерека узнать про мистера Фибиано После пересчёта принцесс Ровена велит Дезмонту охранять дверь всю ночь и слушать всё, начиная от любого чиха Видимо, чихают принцессы громче, чем звенит мелодия на камнях, когда на них наступаешь И свет, который ярко сияет в окнах, совершенно не виден сквозь тверную скважину И девушки снова приходят танцевать в волшебный павильон Принцессы с помощью волшебных цветов облачаются в удобные для балета платья И, пожилав балетной музыке, начинают танцевать Тем временем Дерек каким-то образом выследил господина Фибиано И просит выдать, какого рода у него дела с герцогиней А бы не хотел, чтобы мой хозяин разозлился Один тут отказал моему хозяину О дурачке больше не слышали А Феликс мощно ведёт дела Дерек узнаёт, что какашка Ровена украла и обменяла на что-то серебряный кубок королевы Изабеллы И парень ради девушки отдал коня взамен на кубок её матери И тащил повозку на своём горбу Барби с детства учит, каким парням стоит присматриваться Работящий, добрый, на которого можно положиться Девочки и мальчики на заметочку На утро Ровена видит, что башмаки снова истоптаны И велит сказать, где они шастали Принцессы говорят правду Но в волшебные лодки, павильоны и секретные проходы Герцогинь не верится тяжеловато Ты семейный карлик Скажи мне правду или вы за всё заплатите Как вы смеетесь с ней так разговаривать? Думаю, что до рождения близнецов и двойняшек Женевьева была на месте Лэйси Из старших она младшая И могла чувствовать себя такой же одинокой и беспомощной От этого она больше всех импонирует и помогает Лэйси, видя в ней маленькую себя Это можно подметить и в сцене ранее, где старшие подтрунивают над влюблённой Женевьевой Вы не лучше, чем обычные девки А Равена явно воспитывалась обычным ребёнком, в отличие от кузена Отсюда такое желание сделать так, чтобы принцессы побыли на её месте Равена наказывает поработать руками И вычистить всю переднюю часть сада и выскоблить лестницу При работе Лэйси роняет корзинку с собранными листьями И, извиняясь, убегает расстроенная в павильон Почему я не могу что-то делать хорошо? Эдалин и Делия отличные спортсменки Кортни всё время читают все книги подряд Блейр скачет на лошади, а ты лучше всех танцуешь Ну, мы не видели, что она в этом как-то сильно отличалась Она пожаловалась, что ничего не может делать хорошо На что Женевьева говорит эту фразу Большой или маленький – разница лишь в том, что ты можешь делать Никогда не понимала, как это её подбодрило Можете, пожалуйста, объяснить в комментариях Вечером Лэйси и Женевьева решают пожелать отцу сладких снов Но за дверью слышно, как он говорит, что они их бремя И уходят в комнату расстроенные И, конечно, не дослушивают, что он потом говорит, что это самая важная и лучшая часть его жизни Драму же создать нужно Герцогиня просит ещё раз сказать правду И снова, не поверив, велит на следующий день почистить конюшню И угрожает запереть дверь на ночь на ключ Папа никогда бы нас не запер Оригинальная сказка рассмеялась бы тебе в лицо Мы дадим папе время поправиться Наверное, будет лучше, если мы уйдём На утро герцогиня обнаруживает, что принцесс нет в комнате Дерек, приехавший отдать Жене кубок, узнаёт от слуги, что все принцессы исчезли Вечером, пробравшись к ним в спальню, Дерек, извиняюсь, фея обувного крема, не иначе, ибо по наличию его на камнях определяет порядок, по которому Женя наступала на камни, открывая проход Представьте, все двенадцать принцесс наступили в краску и ходили весь день по комнате и потом по камням Как вы поймёте порядок шагов, если вся просто комната истоптана двенадцатью людьми, которые ходили туда-сюда? И как он понял, что надо повернуться три раза? Короче, да, Дерек, фея, поехали дальше Я бы хотела танцевать с настоящим принцем Ну, он не настоящий, ну, да ладно Мартышка, подсматривая за Дереком, пытается также открыть проход А ему даже танцевать не пришлось, чтобы открыть проход В чем смысл танца тогда? Пройдя через волшебный проход, Равена случайно наколдовала вместо очков подзорную трубу и нашла пропавших принцесс, признавая, что они говорили правду Сорви для меня пару цветов А герцогиня-то поумнее будет Дерек тем временем нашел принцессу, отдал кубок Женевьеве и сестры решают, что Равена пахнет нечистой и нужно выяснить, что она задумала Если уйдем сейчас, никогда больше не сможешь вернуться Принцесса три раза побывала в волшебной стране и страна навсегда исчезла Ребята замечают, что все вокруг начало исчезать Это Равена приказала уничтожить камни с цветами в комнате героини Получается магия этого места в самих камнях, в этой двери? Цветы не утратили возможности исполнять желание и подсказывают, что нужно также станцевать на камнях, чтобы выйти отсюда Танец срабатывает только тогда, когда Женя вместе с Дереком наступают одновременно и все сестры расплываются в своем шиперинге Дереку и Женевьеве нужно танцевать вместе Правда, он чаще вообще не вставал на камень, видимо, держания за руку достаточно Парочка начинает подниматься вверх и остальные сестры, кружась в балете, поднимаются за ними Интересно, если бы кто-то из них вместо балета умел бы танцевать только тектоник? Как бы это выглядело? Король, понимающий, что есть шанс, что он отбросит коньки, на время переписывает все королевские обязанности и трон на Равену, закрепляя королевской печатью Равена немедля приступает раздавать указы, и первые из них, если принцессы будут найдены, в темницу Вау, стража появилась, где же вы раньше-то тусовались? Девочки переносятся в танцевальный павильон Изабеллы, она и была той самой танцующей принцессой Принцессы слышат от стражников, что Равена стала королевой, а их приказали отловить У нас есть то, чего нет у Равены, в силу 12 А что мы? Мы что, не в счет? Феликс лучшая птица Все девочки, ну или почти, используют свои таланты, чтобы спасти отца Равена дает последнюю чашку чая Рэндольфу, и тот окончательно отключается Дерек и Женебьева сражаются с заколдованными цветком Равены стражниками И герцогиня побеждена своим же оружием И наказана тем, что больше всего не любила в девушках Маленькая Лэсси дает отцу воду из фонтана в волшебном павильоне, которую набрала, когда поранила колено И батя приходит в себя Моя дорогая Лэсси, что бы со мной было без тебя? Взгляд Лэсси просто Ох, батя, ну и натворил ты дел Вы ведете, потому что вы герцогиня? Не наступайте мне на ноги! Их следовало бы под замок, но для сказки так бы, конечно, звучало поэтичнее И наказана она была танцевать до конца своих дней Женебьеву с прической Рои Анну Луизы везут свататься И так странно, что никто не пришел на свадьбу принцессы Где народ? Слуги? Это же такое важное событие Очень, очень пустое королевство Вся семья танцует, и кино заканчивается Основная идея картины здесь – важность индивидуальности В этом твой талант и твоя сила Ярких, отличительных увлечений нет только у Лэсси и Женевьевы Дабы зрителю было легко себя с ними ассоциировать Было бы полезно посмотреть этот мультфильм и родителям Которые имеют привычку верить кому угодно, кроме своих детей Ребенок, как и принцесса, перестает доверять и видеть в родителе защиту И сильное лицо, а видит предателя Иногда обычное доверие к чаду может сохранить ему жизнь Равена здесь показывает, что все, что мы ненавидим в других Отрицаем и не можем принять в себе Отсюда ненависть и предвзятость к принцессам Не только из-за того, что они помеха на пути к престолу Но и потому, что они все яркие индивидуальности Не ведущие себя по правилам, как учили герцогиню Одна из самых обворожительных злодеек По вайбу мне напоминает Реджина Милс из «Однажды в сказке» Как я уже говорила, принцессы, помимо главных героинь, сильно не раскрываются Но в сценах, где им хотя бы дали слово, можно понять, что они отличаются по темпераменту и характеру Например, мне нравится, что именно Кортни «Книжний червь» указала сестрам на то, что принцесса только три раза может пройти волшебную страну Как было сказано в книге Нравится, как близнецы Ака, Фред и Джордж заканчивают друг за другом предложение Я не понимаю, почему папа не слушает нас Мы любим балет А тройняшки кричат в один голос Да! Как уже было сказано, такие мелкие детали составляют общую картину Несмотря на недостатки и сюжетные ляпы, это отличное кино с актуальным посылом и потрясающей музыкой Феликса Мендельсона и Арни Рота Картина получает! Давайте ради каламбура увеличим степень оценивания и тогда мультфильм у нас получает 12 танцующих принцесс из 14 Ну вот и все, это видео постепенно подходит к концу Напишите в комментарии, как вам этот мультфильм, какая ваша любимая принцесса и в чем все-таки смысл оригинальной сказки Мне будет очень интересно почитать Помимо оформления подписочки на YouTube, подписывайтесь на мои другие соцсети, такие как Telegram канал Там я активно как никогда общаюсь с вами, делюсь новостями Также у меня есть паблик ВКонтакте, там я вообще делюсь всем своим творчеством Ну и поддержать меня и получить доступ к эксклюзивному контенту ты сможешь на моем аккаунте в Boost Все ссылки найдешь внизу в описании Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео Это видео выходит просто вот через старания, через терни просто какие-то Сначала я заболела, потом вот у меня звуковая карта вылетала, потом еще что-то, господи, короче Поддержите это видео комментариями, лайками, подписочкой Уж очень тяжело, но мне что-то далось Пока